Да, я тут еще недолго, я просто почитаю миниатюры. Они совсем маленькие, это все четверостишие на темы околопоэтические. Такие абсурдноватые довольно. Поэт одним сплошным хореем писал стихи свои подряд. Все думали, он был евреем, а оказалось, он бурят. Поэт читал стихи народным массам, отставив ножку и сверкая взором. В ответ его назвали пидорасом и бросили несвежим помидором. Один поэт талантлив был на деле, но вот беда. Его жена в постели все время принимала ту же позу. Поэт, стихи забросив, сел за прозу. Поэт глядел в иные дали, был творческих исполнен сил. Поэту девы не давали, поскольку он их не просил. Одна девица встретила поэта и задала один вопрос про это. Я не хотел бы, господи, прости, ответ поэта воспроизвести. Романтичный поэт был метателем молота. Сочинял он хреново, но выглядел молодо. Однажды поэт поругался с поэтом. Взмахнул в состоянии аффекта стилетом. Ударенный больше не тискает милку, не пишет стихи и не ходит в парилку. Навстречу жизни, простирая длань, дожив до благодатных зрелых лет, Поэт пошел охотиться на лань. Но лань стреляла лучше, чем поэт. Поэт всему живому был не враг, Стихами на досуге душу грея, Но больше всех он обожал собак, Поскольку был он родом из Кореи. В стихах самодостаточный вполне, Оттачивая пламенную речь, Поэт их вслух читал своей жене, И храп ее не мог его отвлечь. Поэт немало знал английских слов. При этом был весьма практичный тип. В поэмах воспевал он «Fall in love», Предпочитая в жизни «Fall asleep». Ты о пристрастиях не суди по роже И не впадай в российские грехи. Один поэт по крови чернокожий Любил при этом белые стихи. Один барсук, ломая авторучки, Вовсю сращил стихи одной барсучки. Но та, впадая в ступор и тоску, Предпочитала барса барсуку. Строча не тленку до седьмого пота, Слагая гимны солнцу и весне, Поэт мечтал оставить людям что-то, Но умер и осталось все жене. И последнее. В различных бизнесах умелая, Пахала сара, деньги делая, Притом жила с поэтом Монию, Похерев алгеброй гармонию.